Здравствуйте, вы из какого города? Санкт-Петербург Понятно Видели, сегодня Байден подписал помощь очередную военную Украине Блин, столько вооружения передает Капец, блин Классно, да? Зачем? Ну как зачем? Потому что вы не успокаиваетесь Вы уже отбиты отовсюду Но вы начинаете окапываться в оборону У вас же надо вышибать с территории И идти в логово добивать Поэтому нужно еще оружие Пока нужно еще Сомыть, она вам поможет? Ну, уже помогает, конечно Уже помогло, конечно И сильно помогло В каком месте мне скажете? Во всех местах Вы за три недели, уже четвертая неделя пошла Ни одного крупного города не взяли Вояки, блин А как вы думаете, стояла такая цель? Естественно, конечно Конечно Сейчас что-то пошло не по плану Понимаете Поэтому Путин сейчас Ваших ФСБшников там, блин Под домашним арестом сидят У вас там пять Высокого ранга ФСБшников За то, что они деньги, блин Своровали, как принято у вас Которые были им даны На подготовку На территорию Украины Вот этих информационных там Точек и так далее Интересно, откуда у вас такие все Не умеют? О, ну Слушайте Я понимаю Вы живете в России Вам просто запрещают Смотрите Я вам сейчас скину сайтик один Вот, смотрите То, что тоже у вас запрещают в России Если вы его посмотрите Я знаю этот сайт А про что там? Что там есть на этом сайте? Я знаю этот сайт Это фейковый сайт Там каждый день новые видео Это все фейки, да? Да Это все фейки, да? Очень много фейков Каждый видосик Вот этот вот Надо разбирать А вот у меня на это времени нет Ага Я понял То есть то, что давали летчики Ваши три сбитых разных С разных самолетов Пресс-конференцию Перед международными журналистами Это фейки, конечно Их надо разбирать Так как времени у вас на это нет Вы их не будете разбирать Просто сочтете их фейками Классный подход Нет У вас прям критический ум Критический Вы знаете такой Спасибо Да, пожалуйста Вы кем вы работаете? Кем вы работаете? Я слесарем работаю А слесарем каким? Металлообработки Ну, слесарь металлообработки Это очень широко Вы какой? Слесарь, инструментальщик Тоже он слесарь металлообработки Вы какой металлообработки, слесарь? Сверловка Работает на гильотине Работа на обрезных станках Работа Ну А, ну то есть вы как То, что вам дадут То вы и делаете То есть у вас нет Что вы делаете Штампы Пресс-формы Лит-формы Делаю Могу поставить и штампы Пресс-формы Пожалуйста Не, но если вы делаете Пресс-формы, лит-формы То вы тогда явно Слесарь, инструментальщик Причем высокого размера Нет, нет Я имею ввиду Что я работаю на станках Да не То, что вы работаете на станках А я говорю про изготовление Пресс-штампов Нет, конечно, это только инструментальщик Вот, совершенно верно То есть вы такой больше Как подсобник инструментальщика Я понял А на каком заводе вы работаете? Большой, ну маленький, большой завод Нет, сейчас я работаю В небольшой фирме Небольшая фирма Но меня устраивает А какая у вас зарплата Если не секрет А нет, не секрет Сорок тысяч Сорок тысяч Вам хватает? Да Вы из какого города вы сказали? Санкт-Петербург Ну для Санкт-Петербурга Сорок тысяч Сейчас ведь сорок тысяч Это немного, да Это сейчас С учетом того Сейчас сорок тысяч Это меньше, чем двести долларов Это же вообще ни о чем Мне хватает Вам хватает, я понял Понимаете, у нас в стране Очень многие спрашивают Почему у вас доллар Как же вы без доллара Ну да, да Какой доллар Если вы его никогда не видели И он вам даже не приснился Это я знаю Нет, я понимаю Что вы имеете в виду Нет, я понимаю Можете даже не объяснять Я понял Нет, дело не в том Что у нас Наверное, вы не понимаете Все-таки А, да, ну ладно Объясните Экономика построена таким образом Что она от доллара Практически не зависит А, то есть вы сами все производите Вы ничего за границей Не закупаете за доллар Нет, почему Закупаем, естественно А как же тогда вы не зависите от доллара Если вы все на доллары покупаете Если вы не будете меня перебивать Я вам объясню Да, да, давайте Дело в том, что Основные продукты Основной набор продуктов Это все наши продукты Очень много заводов Какие, например, продукты ваши Можно узнать? Слушайте, ну Я сейчас начну перечислять Я собьюсь просто Начинаю Хлебобулочные изделия Да, как вы думаете Печи, в которых печется хлеб Печи, в которых печется хлеб Тоже ваше? Производство ваше? Печи, конечно Вы уверены в этом? У нас налажено Да, может быть Понимаете, я не буду отвечать За все Так вот, я вам могу сказать Что все продукты Которые вы перечислите Большинство из них Как минимум Больше 70% То из чего они делаются Или с помощью Чего они делаются Это все импортируется Из-за бугра То есть, ваша экономика Полностью импортозависимая Понимаете? Все Печи Печи, в которых вы хлеб печете Вы уверены? Конечно Конечно Да? Да Откуда у вас такие сведения? Ну, я много-много читаю Много наблюдаю за Да Много информации Получаю Наверное Да Вот, очень много выпускается в России Своих И продуктов Чего? Печей Да, печей И доменных печей И электрогенераторов И атомных электростанций И ледоколов Да, ледоколы Ледоколы вы будете кушать? В прошлом году В прошлом году заняли в мире Второе место По судостроению По объему тоннажа Вы думаете, это вас спасет От падения экономики? Занимаем первое место По продаже пшеницы в мире Кормовой Кормовой Давайте сразу добавим Да у вас все кормовое Почему? Почитайте Это ваши же источники Российские Кормовые Первое место в мире Причем это зависит от урожая Вы заняли Да, в одном году Кормовая пшеница Почему Египет в основном У нас основное Это сам Патриот Ну, потому что на корм На корм надо много И Египту надо Многим надо Египту, наверное, надо, да Да, да Вот Ну, то есть, смотрите У вас хватает Кормовой У вас хватает Кормовой пшеницы Аммиаку В конце концов Тот же газ Тот же нефть Тот же бензин Мы же говорим сейчас Про производство А не добыча Из-под земли А вы думаете Так просто Добыть нефть? Совершенно верно Вас сейчас Вырубили от оборудования Это сейчас Износится И все У вас своего нет Оно все импортное Все оборудование Под обочи нефти Технология Это все импортное Вы знаете Вот вы не правы Знаю Нет, я правы Вы не правы Не хотел вас расстраивать Но я правы Нет, вы меня не расстроили Очень много на эту тему Уже обсосано Рассказано Ну, то есть, вы сейчас И могу вам Слушайте, а цены Цены у вас, кстати, упали? Цены упали или выросли? Цены у нас, как обычно После Нового года Выросли проценты на 10 Когда выросли? А с начала войны не выросли вообще? С начала войны выросли цены Знаете, на что я могу вам сказать? Да, скажите На что я заметил Да, скажите, пожалуйста Выросли цены на автомобили Выросли цены на комплектующие А на сахар? Вот Сахар тоже, по-моему А, выросли, да А на гречку тоже, да? Вроде бы Нет, про гречку ничего не могу сказать Не можете сказать А на хлеб тоже выросли, да? Нет, не выросли Не выросли? Как прав У всех других выросли У вас лично не выросли Я понял Я понял Ладно, товарищ россиянец Я понимаю, что 200, вернее 100 с чем-то долларов Для Питера Это классный уровень жизни У вас есть вода В унитазе У вас есть хлеб, который вырос пока ненамного Процентов на 10-15 реально Сахар забудьте Крупы, может быть, какие-то у вас будут Но у вас денег скоро даже на них не будет Вот через пару месяцев Вы начнете ваше величие, блин Открываешь холодильник Ё-моё Нахер оно мне надо было Это пока вы такие сидите А что нахер мне надо было? Хотя, слушайте, вы и так жили в нищете На самом деле Я какую-то фигню сказал Извините А что мне нахрен? Извините Я сказал фигню И так жили в нищете То нечего и начинать и хорошо жить Правильно? Тут я согласен Русский человек, блин Не привыкать Он выживет в любых условиях Ладно, товарищ питерец Со 150 долларов зарплаты Вы-то ответите Можете на мой вопрос? Я понял Он счастлив в своей жизни Радуйтесь Только не завидуйте нам Вы-то русский С какой целью вы интересуетесь? Ну, вы же говорите Русский, русский, русский У вас какой-то национальный вопрос Так вот волнует? Нет, не национальный Я не говорю русский Я говорю российский Российский Да То русский Вне зависимости от того Ну, русский Если я сказал русский То я имел в виду российский Понимаете С вами же вместе живут там Не только русские Удмурты Да все Слушайте У вас миллион разных народностей Татары Ну, вы же знаете сами Казахов много Мордва Там и так далее И так далее Северокавказские народы Когда я сказал русский Да, я имел в виду Конечно же Россию и россиян Потому что национальность К этому на самом деле Не имеет никакого отношения Понимаете? Так что Поздравляю вас Товарищ Питерец Что Россия доедает Последних ежиков Да, да, да Вот Живите Все Все Давайте, давайте А вам Вам привет к обзону передавайте Хорош Пока Пока Все, привет Привет